Всем привет! Поход в ресторан достаточно распространенный и предсказуемый вид отдыха. Перепробовав множество блюд из разных уголков мира, изысканным гурманам может нас кучить посещение традиционных ресторанов. Предлагаю вашему вниманию самые необычные рестораны, впечатления от посещения которых останутся надолго. Номер один. Ресторан, расположенный в китайской провинции Хубей, по праву можно назвать одним из самых необычных в мире, поскольку он буквально парит над землей, разместившись на отвесной скале недалеко от знаменитой пещеры Сань Йоу. Сюда приходят не только выпить чашечку чая, но и полюбоваться красотой окружающей природы и пощекотать себе нервы. Он сооружен на отвесе скалы, на большой высоте, над рекой Янзы, и чтобы в него попасть, нужно преодолеть путь по подвесному мосту. Ресторанный зал находится наполовину в естественной пещере, а половина свисает над пропастью, с которой открываются захватывающие виды, на утопающие в зелени склоны глубокого каньона. Номер два. Жираф Монор. Так называется один из самых необычных отелей мира. Он расположен в старинном особняке на окраинах Найроби, столице Кении, и предлагает своим гостям уникальную возможность пообщаться с жирафами Ротшильда. Этот вид жирафов получил свое название в честь британского зоолога, лорда Уолтера Ротшильда, впервые описавшего этих животных в конце 19 века. В ту пору их ареал обитания распространялся на территории современных Судана, Кении и Уганды. Сейчас, в естественной среде обитания, они остались только в Кении и Уганде. Жирафы Ротшильда выше других видов. Их рост может достигать 6 метров. Это самые высокие животные на нашей планете. Жирафы Ротшильда свободно гуляют по окрестной территории, а также каждое утро составляют компанию гостям отеля во время завтрака. Животные уже привыкли собираться ко времени завтрака под окнами и заглядывают в помещение столовой, в надежде полакомиться угощением. Жирафов можно кормить, гладить и фотографировать. Тем не менее, жирафы являются далеко не единственной достопримечательностью этого места. Окрестная территория также является домом для антилоп, диких кабанов, гепардов, гиен и 180 видов птиц. Постояльцам отеля также предоставляется возможность посетить приюк для осиротевших детенышей носорогов и слонов и даже усыновить слоненку. После реабилитации и специального курса адаптации проживающих здесь животных выпускают на волю в один из ближайших заповедников. Номер 3. Дайнер in the sky. Это подвесной ресторан под названием Обед в небесах. Ресторан был открыт в 2006 году и сразу же стал привлекать столько посетителей, что места стали бронировать на недели вперед. Это уникальная возможность для тех, кто хочет превратить обычный обед или встречу в волшебный момент, который надолго оставит впечатление у гостей. Ресторан предлагает пообедать на высоте в 50 метров над землей. За необычным столом может разместиться 22 человека. Также присутствуют три повара и официанты. Длина стола составляет 9 метров, ширина 5 метров. Вся компания вместе с самим столом, а также навесом, светильниками и креслами с ремнями безопасности доставляется к месту назначения подъемным краном. Нижняя площадка ресторана отдана роялю, на котором музыкант исполняет живую музыку. В итоге общий вес конструкции составляет 22 тонны. Ресторан Обед в небесах, Дайнер in the Sky был придуман в Бельгии, но уже успел появиться во многих странах мира. Номер 4. Данс Ленойер. Это ресторан, в котором посетители едят в абсолютной темноте. Абсолютное означает, что замурованы даже мельчайшие световые точки. Все вещи, которые могут излучать свет, оставляются в гардеробе. Рестораны серии Данс Ленойер доступны во многих европейских туристических городах. Также их можно найти и в России. А как же делать заказ блюд в этих ресторанах, спросите вы. Все очень просто, вариантов меню всего 4. Красное меню для мясоедов, синее для любителей морских гадов, зеленое для сторонников вегетарианства и белое сюрприз от шефа. Напитки есть вполне конкретные, но можно заказать и секретные. Говорят, что глава ассоциации виноделов Франции в полной темноте парижского Данс Ленойер не смог отличить белое вино от красного. Многие официанты незрячие, и на такой работе у них даже преимущество перед глазастыми коллегами. Ведь мозг незрячего человека привыкает к ориентированию в пространстве. Посетители этих ресторанов сами дорисовывают воображение интерьер помещения, в котором обедают. Так как до столика и обратно к выходу гостей сопровождает официант, также в полной темноте. Номер 5. Подводный ресторан на Мальдивах. Подводный ресторан находится на глубине 5 метров, возле одного из частных островов. Его крыша из прозрачного акрила, обеспечивает посетителям панорамный обзор подводного мира с углом 270 градусов. Это водное пространство, как и положено водам Техширот, просто кишит всевозможными обитателями. Проплывающие над головой скаты, акулы и разноцветные рыбки поистине захватывающее зрелище. Ресторан рассчитан всего на 14 человек, поэтому попасть в него не так уж просто. Владельцы рекомендуют позаботиться о заказе столика как минимум за 2 недели до запланированной даты посещения ресторана. Владельцы считают романтическое назначение зала очень удачным и в продолжение темы решили предложить услугу аренды подводного зала на ночь влюбленным паром, превратив его в спальню. Номер 6. Эгу-Иль-Дюмиди. Так называется горная вершина во Франции, на которой находится смотровая площадка и ресторан. Из центра Шамани самая высокая канатная дорога в Европе за 20 минут поднимет гостей прямо на смотровую площадку на высоту 3842 метров, откуда открывается великолепный вид на могучий Монблан и на все французские, итальянские и швейцарские Альбы. Там же находится и уютный ресторанчик, панорамные окна которого открывают красивейшие виды на окрестные пейзажи. Номер 7. The Green Dragon. В Новой Зеландии находится ресторан, созданный в стилистике Средиземья из Властелина Колец. Именно в этой местности и снимался Хоббит. Питер Джексон это настоящая гордость Новой Зеландии. Этот режиссер прославил свою родную страну на весь мир, превратил ее в эталон сельской идиллии, полной природных красот. А поэтому ежегодно туда съезжаются тысячи и тысячи людей, желающих увидеть собственными глазами то, что до этого наблюдали на киноэкранах. Сами жители Новой Зеландии рады такому положению дел, всячески стараются угодить гостям со всего мира. Благо Питер Джексон оставил после съемок множество тематических объектов, которые теперь можно использовать в качестве туристической инфраструктуры. К примеру, городок Хоббитов, который пользуется популярностью у туристов, благодаря знакомым интерьерам маленьких домиков Хоббитов. Правда, питейное заведение Green Dragon Pub это новодел, однако появился он именно в той местности, где снимался сначала Властелин колец, а затем и Хоббит. Владелец этого заведения рассказывает, что с момента выхода первого фильма из цикла Властелин колец его ферму посетило более 300 тысяч человек, и этот поток с годами не прекращается. Так что вполне логично было построить на ферме ресторан и бар в тематической стилистике. Номер 8. Эль Диабло. Ресторан в жерле вулкана. В очень необычном месте расположился ресторан Эль Диабло, что с испанского переводится как дьявол. Он находится прямо на вершине действующего вулкана, острова Лансерота. Здесь можно отведать блюда, снятые прямо из огня, которые исходят из жерла вулкана. Остров Лансерота является одним из канарских островов и славится тем, что на нем находится бесчисленное количество гейзеров и вулканов. Раньше сюда приезжали туристы за острыми ощущениями, посмотреть на местные ландшафты и действующие вулканы, раскладывая на острове палатки и попивая вино с сардинами. Но в 1970 году на одном из таких вулканов, по проекту известного испанского архитектора и дизайнера Сезаро Манрике, был возведен ресторан. И теперь на остров повалило много желающих, чтобы поужинать или пообедать в таком необычном и опасном месте. Но это место на самом деле не такое уж и опасное. Вулкан хоть и действующий, но он не из тех, которые извергают лаву, уничтожая все на своем пути. А тихо мирно дает жар, что и позволяет ресторану Эль Диабло работать автономно, не используя газ или электричество для приготовления блюд. Благодаря сильному природному жару, аппетитные стейки, курочка и рыба жарятся за считанные минуты. И каждый желающий может наблюдать за всем процессом приготовления на адском огне. Номер 9. Волтерс кофе. Кофейня в стиле популярного сериала, во все тяжкие. Если не смотрели сериал, начните смотреть первую серию первого сезона. И скорее всего вы посмотрите все сезоны. Весь интерьер этой кофейни максимально напоминает дух популярного сериала. Но самое интересное место, это стена почета. Она похожа на таблицу Менделеева, но вместо элементов на ней имена тех людей, которые помогали создавать эту кофейню. Некоторые десерты приносят в банках, а эспрессо в мензурках. Все в стиле химической лабы Уолтера Уайта. Для любителей сериала есть еще и комната с костюмами химзащиты, куда можно зайти и примерить на себя шкуру Джесси и Уолтера. Также стоит отметить, что все технические помещения и кладовки оформлены в соответствующем стиле, с непонятными пластиковыми контейнерами и бочками. Это заведение находится в Турции, в Стамбуле. Также подобное кафе есть и в Нью-Йорке. Номер 10. Ресторан The Clinic, Сингапур. Начать, пожалуй, нужно с того, что в Сингапуре есть очень известное туристическое место под названием Набережная Клархи. Здесь огромное количество ресторанов, баров, ночных клубов и прочих заведений. И соответственно, такое же большое количество туристов. Улица со всеми этими развлечениями накрыта гигантской стеклянной крышей. Но внимание всех без исключения туристов неизменно привлекает ресторан-клиника. Весь интерьер говорит посетителям, что они находятся в больнице. Стулья в ресторане стилизованы под инвалидные кресла. Столы под каталки, на которых в больницах перевозят пациентов. Над столами светят большие лампы, которые обычно стоят в операционной. А посуда вызывает стойкие ассоциации с лабораторным оборудованием. Обед превращается в целый ритуал. Кухня по экспериментальности не уступает дизайну. Коктейли в капельницах, шприцах и мензурках. Не знаю, может в Сингапуре медицина на таком уровне, что вызывает восторг у посетителей больниц, но лично для меня все эти декорации способствуют снижению аппетита. Номер 11. Снежный замок Финляндии. Это сооружение, попавшее за свои размеры в книгу рекордов Гиннесса, полностью выполнено из глыб льда. Здание каждый год достраивается и перестраивается. Неизменными лишь остаются часовня, гостиница и ресторан. Интерьер ледяного ресторана выполнен также полностью изо льда. Столы из ледяных глыб. Ледяные скамейки накрыты шкурами. Бокалы и тарелки тоже из прозрачного льда. Для похода в этот ресторан стоит одеваться потеплее, так как температура там всегда держится на уровне минус 5 градусов. Это были 11 самых необычных ресторанов на канале Тип Топ. Не забывайте ставить пальцы вверх, оставлять комментарии под этим видео, подписывайтесь и смотрите много всего интересного и познавательного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова